Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю читать статьи из сборника 50 лет психиатрической клиники имени Сергея Сергеевича Корсакова, издания Первого Московского Медицинского Института Москва, 1940 год. Тираж этого издания, этого сборника составляет ничтожнейшую одну тысячу экземпляров. Поэтому все, что я читаю из этого сборника, по сути дела является библиографической редкостью. Итак, начинаем. Чтение статьи профессора М. Я. Сирейского «Корсаковский психоз в свете современной клиники». Учение о «Корсаковском психозе» подверглось пересмотру двух направлений – изучение основного расстройства и локализация амнестического синдрома. Еще Корсаков сделал важнейшее указание, что при так называемом «Корсаковском психозе» имеются дефекты психики, далеко выходящие за пределы дефектов памяти. Он имел в виду рутинность, поверхностность мышления, большую или меньшую степень элементарного слабоумия. Таким образом, Корсаков по существу предвосхитил наиболее современные установки, согласно которым центр тяжести следует перенести с изучения структуры амнестического синдрома на структуру психики больного в целом и на расстройство личности. Если клиника, описательная сторона Корсаковского синдрома, дана исчерпывающей и не вызывает разногласий, то не так обстоит дело с возможностью вскрыть основное расстройство, которое объяснило бы стройно всю картину заболевания. Так, Бангефер, как известно, считает основным расстройством нарушение способности к запоминанию и из амнезии выводит главные симптомы этого заболевания – дезорантировку и конфабуляции. Нельзя не подчеркнуть большой заслуги Бангефера, поставившего впервые вопрос об основном расстройстве при Корсаковском синдроме. Все же, если дезориентировку и конфабуляции и можно вывести из нарушения способности к запоминанию, то другие важные симптомы, как ретроградная амнезия или продуктивные конфабуляции, объяснить указанным нарушением памяти невозможно. В последние годы была дана развернута критика этой позиции. С одной стороны, в полном согласии со взглядами Корсакова делается попытка выйти за пределы амнестического компонента. С другой стороны, пытается выявить основное расстройство, взятое в кавычки, которое усматривают не в амнезии, а в том или другом виде расстройства мышления, пользуясь методикой точных записей всех высказываний больного. Пик доказывает, что противоречия у такого рода больных мирно уживаются. У них появляется даже чувство жалости к тем, кто эти противоречия оспаривает. Дело, конечно, не в отсутствии суждения, ибо суждения далеко не всегда и не во всем объеме нарушены. Если меняется ход мысли, то больной способен даже к самокоррегированию. Все дело вне актуализировании противоположного знания, в отсутствии сомнения, зельц. В сознании свободно уживаются противоречивые представления. Нет преемственности между переживаниями настоящего и прошлого. В результате несочетающиеся противоречивые мысли существуют рядом, и все это, естественно, ведет к аллопсихической дезориентировке и конфабуляциям. Пик изучал главным образом тяжелые случаи, когда налицо были элементы делирия, а потому он по существу говорит не о специфике нарушений, не о том, что отличает амнестический синдром от делириозного, а о том, что их объединяет Залмансон. Это учение Пика продолжает развивать в духе вюрсбургской школы Грюнталь. Дело не в расстройстве памяти, не в исчезновении знаний, ибо материал памяти сохраняется. Дело в неумении использовать, репродуцировать этот материал. Все дело в установке больного, который не способен быстро переходить от одного круга представлений к другому. Наблюдения мало связаны между собой и психическим состоянием больного в целом. В связи с этим расстройством репродукции уподобляется расстройству примечания. Расспросами, понуждениям удается, особенно в легких случаях, направить больного на правильный путь. Это расстройство установки автор не совсем удачно сравнивает с персеверацией у органиков. Односторонняя детерминированная установка ведет, естественно, к заблуждениям и к дезориентировке. Об аналогичной структуре амнистического синдрома говорят Шильда и Гартман, но исходят из психоаналитических позиций и из теории в лечении. Понятие установки пытаются уточнить Бюргер, Принц и Кайля. Когда мы говорим об установке, надо иметь в виду не только мышление больного, но и сферу аффекта, в лечении. Установка связана не только с нарушением мышления, но и с нарушением личности в целом, ее активности, с ее витальной сферы. Все интересы, стремление больного возникают лишь в связи с определенной ситуацией, из которой больной не в состоянии выбраться. У него нет потребности находить смысл в воспринятом, и лишь соответствующий толчок и в зне может преодолеть это отсутствие потребности в осмысливании восприятий, обусловленное нарушением способности к синтезу. Больной не в состоянии из отдельных звеньев построить целое и застревает на частичном решении. Попытки Бюргер, Принца и других выйти за узкие пределы амнестического синдрома перевели нас к проблеме расстройства личности в целом без достаточной конкретизации этих расстройств. Но при этом расстройство теряет специфичность, структура синдрома остается аморфной, не совсем удачной надо признать интересную попытку Залмансона и Эрдмана, основное расстройство объяснить явлениями деперсонализации, отчуждения собственной продукции. Необходимо указать, что конфабуляции, которые являются средством поддержания я, определенно противодействует деперсонализации. Впрочем, сам симптом деперсонализации связан с расстройством понятия времени, что еще в 1914 году показал Шильдер. Одним из первых попытался выявить эту специфику основного расстройства, основного расстройства имеется в виду, то есть расстройства в духе Сергея Сергеевича Корсакова, то есть сочетание полиневрита, алкогольного полиневрита или полиневропатии с расстройственными памятями, такого корсаковского типа, ну и плюс еще и конфабуляции. Кстати, конфабуляция это тоже подвид нарушения памяти. Значит, одним из первых попытался выявить эту специфику, скажем так, корсаковского психоза. Хорст, который видел ее не в нарушении мышления, а в своеобразном нарушении чувства времени, уже давно было отмечено, что между результатами лабораторного экспериментально-психологического исследования и тем, что дает обычное общение с больными, корсаковским психозом, имеется явное расхращение. Так еще Росалима указывал, что способность к запоминанию при экспериментально-психологических исследованиях у этого рода больных не так снижена, как это кажется при ежедневной обычной беседе. То, что при разговоре с такого рода больными выявляется как расстройство способности к запоминанию, представляет нечто другое, чем амнезия в отношении событий. Больной забывает не содержание пережитого, а время. Порядок этих переживаний, прежде всего и больше всего, нарушено чувство времени, осознание фактора времени, временной знак пережитого, хронология. Каждый знает по собственному опыту, что при встрече с человеком, которого мы не сразу узнаем, у нас прежде всего возникает вопрос, когда, где мы его видели? Учет времени имеет особо важное значение. При личных переживаниях, алгебраические формулы без всяких временных отношений или временных отношений легче восстановить в памяти. Суждения, отчасти и память больных не очень страдают, если это касается явлений вещей, для которых представление о времени не играет существенной роли. Больные дезориентированы во времени и не в состоянии определить временную длительность. Дезориентировка во времени неизбежно ведет к дезориентировке в пространстве. Если переживание не сопровождается временными знаками, то ничто не препятствует соединению различных далеко от стоящих друг от друга событий к соответствующим местам, где переживание имело место отсюда дезориентировкой и в пространстве. Если так называемые конфабуляции от смущения логически вытекают из расстройства памяти, то так называемые продуктивные или фантастические конфабуляции, когда больные рассказывают спонтанно, этого рода расстройством объяснить нельзя. Обычно конфабуляции содержат обломки прежних событий и переживаний, эндграммы относительно сохранны, но ввиду отсутствия временного порядка репродукция затруднена. Слабой памяти благоприятствует фантазированию. Известно, что люди с богатой фантазией обладают и нередко плохой памятью. И наоборот, если функция порядка последовательно расстраивается, то получается дезориентировка во времени, как это для пространства показали Петцль и Ланге. До какой степени легко дезориентировка во времени в его последовательности ведет к конфабуляциям, можно убедиться, если наблюдать обратный стереотип, разворачившуюся в обратном направлении кинопленку. Если на кинопленке изображено кормление животного, то зритель не увидит того, что пища в этих условиях идет обратно от желудка к рту, а путем конфабуляции видит правильный ход пищи. Все те расстройства, которые пик и другие относят к расстройствам мышления, связанные по существу с расстройством чувств времени, неправильное расположение явлений, переживаний во времени, формальное же мышление долгое время остается в значительной мере сохранным. Здесь более чем уместно напомнить замечательные слова Корсакова о том, что все переживаемые события не представляются в сознании в определенной временной перспективе. Иногда эта перспектива времени существует, но она очень неглубокая. С другой стороны, уже Верники связывал Корсаковский синдром с алопсихической дезориентировкой и оспаривал, что основной дефект заключается в расстройстве памяти. Представление о времени являлось предметом внимания преимущественно философов, психологов и содержало в себе немало метафизического. Между тем, чувство времени, которое недаром прозвали шестым чувством, не является абстрактным понятием в духе Канта или современных физиков-реалятивистов. Чувство времени вытекает из самонаблюдений и наблюдений окружающего. В последнее время проблемой времени занимаются психопатологи-клиницисты, пытаясь основное расстройство и эндогенных психозов обнаружить в расстройстве чувство времени. Минковский, Фишер, Штраус и другие. У нас вопросом времени занимались Бехтери, Воробьев, в последнее время Фролов, Членов, Скворцов. Расстройство чувства времени наблюдается при различного рода отравлениях, мескалином, гашишем, каннабисом. Описание, которое мы находим у Берингера и которое касается мескалинового отравления, напоминает картину корсаковского психоза. Пассивность, а спонтанность, объединение волевых импульсов, непосредственно связанные с нарушением чувства времени. Я не могу себе представить ни прошлого, ни будущего. Я жил данным мгновением и то в узких пределах. Этой своеобразной пассивностью я объясняется, что время при этом отравлении бесконечно тянется, минуты кажутся часами. Правда, у больных корсаковским психозом имеется как будто бы противоположная оценка времени. Это Скворцов, данные Скворцова. Но это подлежит проверке. Все эти данные лишний раз подчеркивают роль интоксикации в патогенезе корсаковского синдрома. И недаром сам Корсаков говорил о токсической церебропатии. Корс высказал очень интересную мысль о значении нарушения чувства времени у больных корсаковским психозом. Но эта мысль требует дальнейшей конкретизации. А это, в свою очередь, связано с большой дифференциацией чувства времени. Работы последних лет показывают сдвиг в этом направлении. Касаясь проблемы расстройства чувства времени, необходимо дифференцировать различные типы этого рода расстройств и методы их изучения. И на основе этих данных подвергнуть анализу корсаковский синдром. Здесь мы сталкиваемся, однако, с рядом трудностей. Сама терминология нуждается в большей ясности. Даже терминология самых простых понятий, как, например, понятие замедления и ускорения во времени, нуждается в уточнении. Так, например, Воробьев, описывая случай прогрессивного паралича помешанных, где в представлении больного сутки сокращались до минуты, говорит почему-то не об этом ускорении, а о замедлении времени. Прежде всего надо отдифференцировать примитивный отсчет времени по терминологии Эренвальда, отсчет настоящего, чувство длительности и темпа времени, более примитивную функцию регистрации времени, от локализации во времени, перспективы во времени, хронологии, порядка, в котором располагаются переживания прошлого. Примитивный отсчет времени, элементарное чувство времени, рефлекторная оценка времени не зависят от интеллектуальной стороны восприятия времени. Это функция примитивной центрально-нервной деятельности, которая с высоким уровнем интеллектуальной функции ничего общего не имеет. Сознание как таково снижает даже точность этой функции. Вот почему этот, по выражению Клейста, вегетативный отметчик действует главным образом во сне или при гипнозе. На его же это функция фона, если пользоваться термином Гольдштайна. Физиологический отсчет времени имеет свои корни. В периодичности и ритмичности, свойственном явлением природы, всем живым существам, начиная с одноклеточных и кончая человеком. Движения крыла насекомого, которые повторяются сотни раз в секунду, разбивают эти интервалы времени на равные доли. При этом получается музыкальный тон, которого не было бы, если бы движения не были строго ритмичными. Напомню ритмическую деятельность сердца, легких, пищеварительного тракта, а также и мозга, как мы теперь это знаем на основании изучения биотоков. В условиях опыта, созданных Фроловым и Изергиной, здоровые испытуемые дают обычно некоторое ускорение темпа. В состоянии патологического торможения при шизофрении наблюдается резкое ускорение движений, то есть времени. Там же, где имело место возбуждение, маниакальные больные, мы видим обратное. То есть, если отсчет времени в первом случае был резко ускорен, то во втором замедлен. В субъективное ощущение сморщивания времени отмечено при ряде симптоматических психозов. Боуман, Гринбаум, Ситтик, Пик. При мискалиновом отравлении Берингер, Майергрост, Фростер. В сновидении. Далее в то время, как у психически здоровых базедовиков, то есть людей, страдающих болезнью базедово или тиреоксикозом, тиреотоксикозом, и паркинсонников Эренвальд, гипнозе, нашел замедление и ускорение оценки времени. У больных корсаковским психозом, которым внушалось в гипнозе, что они должны через определенный промежуток времени проснуться, обнаружен правильный отчет времени, они просыпались в соответствии с внушенным временем. Спрашивается, имеется ли в нервной системе орган примитивного отчета времени? Вопрос. Ландуа, Цион и другие считали, что таким органом является ухо и вестибулярный аппарат. По Павлову отчет времени есть элементарная функция каждой нервной клетки. Грубый отчет времени, грубый ориентир обеспечен самим устройством и работой мозга. По Эренвальду эта функция зависит от деятельности подкорковых центров среднего и межуточного мозга, где заложена нервная регуляция периодического течения элементарных процессов. Эренвальд базируется, между прочим, на том, что при паркинсонизме, имеющем подкорковую локализацию, добавим, и базедовые болезни, согласно последним данным, в том числе и нашим, обусловленной нарушением деятельности межуточного мозга. Эта функция отчета времени нарушена при заболевании корсаковским психозом, где, по его мнению, поражена главным образом кора. Этого нет. Соображения Эренвальда неубедительны, так как вопросы о локализации корсаковского синдрома подвергнут серьезному пересмотру именно с точки зрения преимущественно подкорковой локализации. Вот почему высказанная клейстом точка зрения, что неправильное ощущение длительности времени связано с центрально-вестибулярным расстройством, хотя и возвращает нас стечнично к ландуа, имеет все уже некоторые основания. Клейст ссылается на собственный материал и на случай Боумана и Гринбаума, где у больного была склонность к падению влево и нестагом справа. По клейсту чувство темпа времени при корсаковском синдроме не зависит от поражения межуточного мозга, а от вестибулярного аппарата. С межуточным мозгом связано нарушение более высокой функции локализации во времени. Если в вопросах локализации функции отчета времени мнения расходятся, Павлов, Эренбальд, Клейст, то в отношении взгляда, что при корсаковском синдроме эта функция не нарушена, существует полное единодушие. Здесь нарушена более высокая функция оценки времени, то, что Эренбальд называет гностическим восприятием времени. Речь идет об интеллектуализировании оценки времени, связанной с суждением о восприятии времени. Об этом говорит уже Макс о более позднем филогенетическом образовании, а об интеллектуальной настройке над элементарной функцией отчета времени, связанной с деятельностью коры головного мозга. Это, между прочим, согласуется с обычными патоцеребальными представлениями, в согласии с которыми филогенетически более позднее исчезает раньше, как мы это видим, при различных токсических состояниях. Что амнесический синдром не связан непосредственно с расстройством памяти, а с неточной, неуверенной локализацией времени, с нарушением функции порядка, последовательности событий, показывает еще старые опыты Бродмана, Грегора, а из более новых – Грюнталя и других. Согласно этим опытам, при определенных условиях эксперимента удается извлечь воспоминания, которые считались окончательно исчезнувшими из памяти. Как мы уже указывали, такого рода нарушения ведут к дезориентировке кардинальному симптому Корсаковского синдрома. По Эренвальду односторонние очаги левой теменной доли на границе затылочной и височной расстраивают фактор направления лишь для действий в двухмерном пространстве. Аграфия, акалькулия, пальцевая агнозия, если же имеются двусторонние очаги или такие, которые сопровождаются перерывом волокон мозолистого тела, то нарушается фактор направления в четырехмерном пространстве, то есть во времени, если принять в согласии с современной физикой время за четвертое измерение пространства. Эренвальд приводит патологоанатомические данные в четырех случаях и привлекает для доказательства соответствующий случай Редриха. Эренвальд выделяет еще третий тип, чисто агностический, индуцированный тип расстройства времени при диффузных поражениях в смысле индукции от промежуточного мозга и считает этот тип наиболее характерным для Корсаковского синдрома. Впрочем, автор не настаивает на самостоятельном существовании этого типа. Несколько иначе подходит к этой проблеме Клейс. Наряду с нарушением темпа, длительности, он выделяет расстройство локализации его времени, связывая его с вегето-соматическими функциями промежуточного мозга. Кроме того, Клейс говорит еще о более высокой функции времени, о временной структуре, которую он связывает с функцией коры, с оптической сферой. Эта функция сводится к восприятию временных отношений, в которых обозначены отдельные части целого, например, временная формула мелодии. По его мнению, время нельзя оторвать от впечатлений, представлений, чувств, действий. Здесь существует неразрывная связь с оптическими, гаптическими, киностетическими и другими явлениями из психической жизни. То же и относится к функции пространства. Нельзя без критики пройти мимо классификации, которую предлагает Клейс, страдающий определенной схематичностью, упрощением, сложной клинико-анатомической взаимоотношений. Начну с того, что тип временной структуры, несомненно, навеян учением структуралистов, структуралистов, недаром автором, апеллирует к оптической сфере. Между тем, с функцией зрения обычно связывают пространственные восприятия, время же с функцией слуха. Еще в 1903 году Воробьев отмечал, что совершенно аналогично тому, как изменение иннервации глазных мышц ведет к изменению пространственных восприятий, к появлению макро- и микропсии, к искривлению предметов, возможно, и своеобразное расстройство времени, которое связано с оптической сферой. Вызывает также сомнение тот тип, который Клес выделяет в связи с функцией локализации регистрации времени. Эта функция имеет, безусловно, двоякое значение. Более примитивная в качестве вегетативного отмечика и более высокая, когда она участвует в гоностических процессах. Такое смещение обеих функций в одном понятии едва ли правильно. Это и привело к тому, что Клес локализацию времени связывает с межуточным мозгом, а чувство деятельности, темпа времени недостаточно обоснованно с вестибулярным аппаратом. Как бы там ни было, мы считаем классификации различных функций времени очень существенными. В частности, для амнестического синдрома можно считать окончательно установленным, что примитивный отчет времени не нарушен. Таким образом, мы видим, что в отношении элементарного отчета времени существует полное единогласие. В отношении зеклассификации более высоких функций времени ясность еще не достигнута. Возникает вопрос, имеет ли и может ли вообще функция времени иметь определенную локализацию? Вопрос этот ставил уже Воробьев до известной степени прав Павла, который дал на этот вопрос отрицательный ответ. Однако при определении очаговых расстройств нарушаются механизмы, без которых ориентировка во времени затруднена. На такой точке зрения стоят Ланге, Хорс, Эренбальд, а у нас членов и Эйдинова. И Эйдинова последние авторы подтверждают, что таламопариентальные очаги играют существенную роль в возникновении некоторых типов дезориентировки во времени. Причем эти очаги не обязательно должны быть двусторонние, как полагает Эренбальд. Правосторонний очаг в случае, описанном членовым и Эйдиновым, тоже вызвал расстройство чувства времени. Это следует поставить связь тем, что правое полушарие, которому присуща функция фона, ПЭЦИ, играет особую роль при нормальном восприятии времени, тоже относящемся к фону. Как привести в связь все сказанное о нарушении функции восприятия времени с проблемой локализации, с проблемой Корсаковского синдрома? Вопрос. Касаясь механизмов амнестического синдрома, Корсаков высказал, к сожалению, что не может подкрепить свои соображения анатомическими данными. Но он высказал чрезвычайно существенное, а именно, что токсимия касается не всего мозга равномерно. И в этом отношении Корсаков очень многое предвидел. ПИ, Голеровский, Розенштейн, Финфенгельд высказывают аналогичное по существу мысли, а именно, что расстройство памяти связано с нарушениями тех систем нервных клеток и волокон, которые находятся в интимном контакте с центрами высших органов чувств, речевыми ассоциативными центрами. Все поиски патолого-анатомических изменений в коре головного мозга не дали определенных результатов. По Альзхаймеру изменения эти качественно, не качественно, не количественно, не отличаются от случаев хронического алкоголизма. Разной степени диффузные изменения клеток коры, при этом хронического характера, сморщивания, пигментации и так далее, имеются больше всего в лобной и центральной областях, в особенности в третьем слое. Вейман об участии лобных долей, говорит Маркус, 26-й год, Морсия, 29-й, Маршан и Куртуа, 34-й, подвергли обследованию 33 случая корсаковского психоза и нашли атрофию в коре, поражение клеток в моторной и таламической областях, а также хронические изменения по долговатому мозгу. Касаясь патогенеза, эти авторы говорят об участии двух факторов – интоксикационного алкоголь и инфекционного – люмьер и безансон. В 1931 году прямо говорят об алкогольно-туберкулезном полиневрите. Сосуды при корсовском синдроме тоже подвержены регрессивным изменениям, сходным с таковыми при хроническом алкоголизме. Нередко обнаруживается кровоизлияние, особенно в стволовой части. В тяжелых случаях, кроме того, имеются пролиферативные явления на сосудах, особенно в области сильвоевого водопровода и моста, в виде очагов. Так все возникает картинное, сходное, с геморрагическим полиоэнцефалитом верники. Изменения в коре главным образом базальной природы – Акума, Кройсфельд – отличаются непостоянством. Штек, 1933 год, главные изменения обнаружил в стволовой части. В коре же лишь воскулярные расстройства. Извините, я должен прекратить звонок. Из работ последнего времени наибольшего внимания заслуживаете сведения гампера. Извините. Из работ последнего времени наибольшего внимания заслуживает исследование гампера. Речь идет об анатомогистологических исследованиях. 16 случаев корсаковского психоза и болезни верники, закончившихся в течение нескольких недель смертью. Этому автору удалось обнаружить как специфические изменения, так и специфическую локализацию. Начнем с того, что в коре головного мозга гампер не нашел каких-либо характерных изменений. Тем ярче оказались данные в стволовой части мозга. Изменения касаются серых формаций этой части, которые связаны с вегетативными центрами и функциями. При белой горячке этих изменений нет. Поражение захватывает всю вегетативную группу ядер, начиная с серого вещества, дна четвертого желудочка до ядер гипоталамуса. Особенно выражено оно в ядрах заднего четверохолмия, в области дарзальных и вагусных ядер, в мезодиэнцефалической области, в области мамиллярных тел. В тех случаях, где резко выраженное расстройство времени и способность к запоминанию, имеются особенно резкие изменения вплоть до атрофии мамиллярных тел. Об этой атрофии говорил, впрочем, еще 30 лет тому назад Гудбен-младший. Эти ядра являются при Корсаковском синдроме узловым пунктом всего процесса. Касаясь характера гистологических изменений, надо отметить прежде всего пролиферативные явления сосудистой системы. Очень незначительное поражение нервных клеток, отсутствие воспалительных явлений, причем все изменения ограничены серыми ядрами и не переходят на соседние волокна. Кровоизлияния редки. Таким образом, самым характерным является пролиферативное состояние сосудистого аппарата и прежде всего области, охватывающей центральную вегетативную систему. Самый процесс невоспалительной природы, о чем говорил еще Бон Гефер, эти избирательные поражения в межуточном мозгу являются источником амнестического синдрома. Гампер относит их к той группе элективных изменений мозга, которую Фокт выделяет патогенетически как патоклизы, Шпильмайер как системный тип. Отравление наркотиками, опенгаем, морфием, ляйзер и другими близкими к алкоголю веществами вызывает аналогичные изменения и локализацию. В случаях опухоли с поражением мобилярных тел, ЦУК, Барюк, Бертран, отмечен Корсаковский синдром. Вегетативные симптомы, нарушения подотделения, расстройства сна, запоры, обычно встречающиеся при Корсаковском синдроме, подкрепляют позицию Гампера. Целый ряд работ последнего времени. Альмейда, Диас, 1931 год, Ферстер и Гагель, 1931 год, частично Цинемакис, 1931 год, Нойбюрга, 1931 год, Кант, 1933 год, Кернией, 1932-1937, он же и Зетре, 1937, подтверждают мнение Гампера. И, что особенно интересно, подчеркивают, что поражение мобилярных тел имеется и в случаях неалкогольного происхождения Корсаковского синдрома. Так, Нойбюрга, Кернией описывает Корсаковский синдром при злокачественных опухолях. Сирозным подтверждением позиций Гампера являются данные Клейста. В своей капитальной монографии «Мозговая патология» он приводит 4 случая опухоли международного мозга с Корсаковским синдромом, а также клинически дававший Корсаковский синдром в случае склероза головного мозга с очагами размягчения в таламусе и сером бугре и нарушение мамила таламического пути. Из один этих случая в ранение черепа только в тех случаях наблюдался амнестический или амнестический синдром, где пуля проходила близко от межуточного мозга. В связи со сказанным представляет интерес, описанный Штерцем, синдром межуточного мозга, где наряду с вегетативными расстройствами, расстройством сна имеется амнестический синдром, то есть нарушение памяти. Итак, изменения в коре головного мозга отличаются непостоянством. Изменения же в стволовой части мозга характерны и специфичны. Это, видите, заключение при Корсаковском синдроме. Можно ли отсюда делать вывод, что Корсаковский синдром целиком объясняется стволовой локализацией? Вопрос. Такое объяснение было бы неверным. Клиника психопатологический анализ Корсаковского синдрома ведет нас к феноменам сна и делирия. Во сне и делирии мы находим общие с Корсаковским синдромом симптомы. Отсутствие заинтересованности в окружающем, пониженную реактивность на раздражителе, преобладание привычных установок и воспоминаний. Далее Корсаковский синдром возникает нередко из делирия. Все это ведет нас к правильной оценке вопроса о локализации. Связь между делириозным состоянием сознания, Клейс, Гампер, Краль, между сном Пеце, Корсаковским синдромом Гампер и межуточным мозгом, надо понимать патофизиологически. В аспекты нарушения динамики подкорковых центров и коры, нарушения таламокортикальных связей. Одним поражением подкорковой части мозга амнесический синдром объяснить нельзя. Повторяется то же, что с проблемой сна, вопросом так называемых пендукулярной галлюцинации, синдромом Фестера-Гагеля и других. Как известно, сон по Павлу – это кортикальное торможение, развивающееся по всей коре головного мозга. Эконома говорит о центре регуляции сна, бодрствования и локализует его в области стенок третьего желудочка. Эконома – это невролог, который описал энцефалит Эконома. Это в 20-30-х годах был так называемый литургический энцефалит. Эконома говорит о центре регуляции сна, бодрствования и локализует его в области стенок третьего желудочка. Там якобы сон, центр сна. По нашим данным, сирийских хачатурьян одновременное введение корковых и подкорковых ядов в центр Эконома оказывает при меньших дозах большее снотворное действие, чем введение одних подкорковых ядов. Поэтому следует думать, что обе теории не противоречат, а дополняют друг друга. Торможение охватывает и подкорковые центры. На такой точке зрения стоит, между прочим, Орбели. Локализацию, надо понимать, не горизонтально, а вертикально, системно. Песель, Голланд, Гуревич, Сирийский. В свете новых данных, смотри работу Папица, 1937 год, становится совершенно очевидным важное значение мамиллярных телец, как узловых пунктов, соединяющих межуточный мост, таламус и кору. Импульсы от коры идут к гиппокампусу, через вод и оттуда к мамиллярным телам, а из поклейних, через пучок вигда-азира, в таламус. Такие сложные синтетические функции, как гнозия времени, с нарушением которых связан Корсаковский синдром, не могут в конечном счете не быть связанным с корой головного мозга. При этом больше всего основания думать о нижней теменной области, так как функции времени и пространства неразрывно связаны, причем пространственное восприятие обычно связывает с функцией зрения, а восприятие времени с функцией слуха. По последним данным Шильдера и Бендер, восприятие времени связано с функцией теменной и смежных снегдалей, а также с вестибулярным аппаратом. Вы видите, как непосредственно перед войной, по сути дела, война уже и началась, но все эти работы цитируемых авторов были написаны до войны. Смотрите, она все сделана немцами, и как после войны Германия загнулась, как вся, скажем так, литература в основном идет из англоязычных стран, и в первую очередь из Соединенных Штатов Америки. Вот так. А ведь до войны, Второй мировой войны вообще, скажем так, весь, всю первую половину XX века и, скажем так, немножко, значит, одно-два последних десятилетия XIX века, наряду с французской, скажем так, психиатрией и медицины доминировала именно немецкая. Указанные нами выше общие черты в локализации при сне, делирии и амнесическом синдроме, сами по себе говорят, что одной локализации вопроса клинического и психопатологического своеобразия корсунского синдрома решить нельзя. То есть тут все это, значит, обсуждается, где локализуется, в каких нейроанатомических структурах мозга или зонах мозга, значит, вот, локализуется вот этот центр, который вызывает нарушение памяти, включая и конфабуляции. Вот они говорят, что вот решением вопрос, значит, общие черты в локализации при сне, делирии и амнесическом синдроме, поскольку они считают, что сон, делирий и нарушение памяти сами по себе, значит, они общи и имеют общность. Вот. И что решение, где они локализуются, вот, центр сна, центр делирия, вот, и центр нарушения памяти, вот, оно не имеет, значит, какого-то принципиального значения и не может решить вопрос о клиническом и психопатологическом своеобразии корсунского синдрома. В заключении мы считали бы уместным оттенить некоторое сходство в учении о корсунском синдроме и эпидемическом энцефалите, вот, эконома, он создал этот эпидемический энцефалит. Подкорковый генез эпидемического энцефалита исключал, казалось, возможность говорить о наличии слабоумия при этом заболевании. Эконома прямо говорит о кажущемся слабоумии, но уже Ашафенбург определенно отстаивает ту мысль, что отсутствие интересов, отсутствие понимания тяжести своего положения нельзя иначе квалифицировать как слабоумие. Данные Донаджио, Шольца и других дают непровержимые анатомические доказательства корковой заинтересованности эпидемического энцефалита. Подтверждение этого мы находим в клинике. Напомню, случаем Шольца с синдромом сходным, с прогрессивным параличом помешанных. Возможно, что таким путем надо объяснить бредовые варианты при эпидемическом энцефалите эконома и корсаковском синдроме. Все это не снимает вопроса о примате подкорковых узлов при этом заболевании. Этим объясняется лакунарность, то есть очаговость деменции, своеобразие корсаковского синдрома, некоторое сходство с подкорковой деменцией, что Кара, который, говоря о неспособности его больных энцефалитиков переходить мысленно от одной ситуации к другой, проводит аналогию с нарушением установки у корсаковских больных. Штерн говорит о плащевой, стволовой деменции. Последний вид деменции автор наблюдал при опухолях со слабостью интеллекта и корсаковским синдромом. Мы полагаем, что и о корсаковском синдроме можно говорить как о деменции, лишь в особом субкортикальном смысле этого слова. О специфической форме деменции имея в виду то основное расстройство чувства времени, о котором речь шла выше. Таким образом, мы приходим к новому виду деменции, к структуре амнистического слабоумия. Такое основное расстройство гнозии времени не может не влиять на процессы мышления, так как и само мышление расположено во времени. Таковы те пути, по которым развивается учение о корсаковском психозе, которым и суждено было стать одной из самых прочных и ярких нозологических форм психических заболеваний. Ну вот видите, вот такая работа, скажем так, для специалистов, посвященная, скажем так, гистологии, анатомии головного мозга. Она, конечно, представляет малый интерес для простого читателя, не специалиста. Но вопрос идет вот о чем, что Корсаков-то описал свой синдром, видите, в XIX веке. Речь сейчас, эта статья, значит, написана в 1940 году, и в общем-то на это время, скажем так, на этот временной отрезок, 1940 год, так и неясно, существует ли отдельно корсаковский психоз, как нозологическая единица, или все-таки существует корсаковский симптомокомплекс, который встречается при различных поражениях головного мозга, как токсического, так алкогольного, тоже токсического, так и атеросклеротического, так и травматического характера, атеросклеротического, это первое. И второе, вот, особенно в этой последней статье, которая, естественно, предназначена исключительно для специалистов, причем нейрогистологов, психогистологов, нейрогистологов. Значит, тут вопрос идет о том, где локализуется центр нарушения амнезической функции, то есть функции памяти. И вот идет такое, значит, скажем так, пространное, значит, цитирование различных авторов, но так к общему знаменателю никто и не пришел. Как? Существует ли, я говорю о 1940 году, где существует локализация, в каких частях мозга, какие части мозга, ствол, кора ответственны в большей мере за развитие вот амнестических расстройств при Корсаковском синдроме или при Корсаковском психозе? В 1940 году, я сейчас говорю, это первое. И существует ли Корсаковский психоз как отдельное заболевание? Или же существует синдром Корсаковский, который имеет место при различных заболеваниях? В 1940 году не решен. Как сейчас, я вам не могу ответить. Возможно, мы где-нибудь и найдем, и прочтем об этом. Итак, спасибо за проявленное внимание. Потому что статья, конечно, непонятная. Она даже и для меня не совсем понятная, потому что я уже и подзабыл анатомию мозга. Четырехомия, желудочки, стенки, четвертый желудочек, третий желудочек, красные яды, мамиллярные тельца и так далее, и тому подобное. Тем более, это, конечно, неинтересно и для, значит, не медиков, не психиатров, не неврологов. Ну, вот так. Знал бы, я бы ее, конечно, не зачитывал для читателя, но, возможно, врачам, врачам-психиатрам, врачам-неврологам, ночам, ну, скажем так, гистологам, нейрогистологам и так далее, и так далее. Возможно, она будет интересна. Все. Спокойной ночи и до следующих встреч в чтениях.